Волчок Волчок Подтянуть за ось Ось наклоняется в ту сторону, куда мы ее тянем Так и подсказывает здравый смысл А теперь давайте посмотрим Как будет вести себя это тело Если превратить его в гироскоп Пока оно неподвижно, это не гироскоп Гироскоп – это осесимметричное, достаточно массивное тело, вращающееся с большой скоростью вокруг собственной оси Такие слова, как большая скорость, массивное тело, надо было бы пояснить Но соответствующие расчеты выходят за рамки данного демонстрационного эксперимента Надо просто до большой скорости раскрутить этот волчок и посмотреть, что будет Заранее скажу, что отличительной чертой гироскопа является следующее У него настолько большой собственный момент импульса, обусловленный вращением вокруг своей оси симметрии Что при достаточно малых внешних воздействиях можно приближенно считать, что модуль собственного момента импульса остается постоянным Ну а тогда ему остается только одно – поворачиваться ему к моменту импульса быстро вращающегося оси симметричного тела, которое ведет себя как гироскоп Давайте посмотрим, что же будет Опять Я тяну ось на себя Тяну ее от себя Поворот оси происходит в плоскости, перпендикулярной к той, которая определяется осью гироскопа и направлением действия силы Тяну на себя поворачивается вот так На первый, но только на первый взгляд поведение несуразное На самом деле, в любом случае, все происходит в соответствии с основным уравнением динамики вращательного движения Производная по времени от момента импульса равна моменту внешних сил Ну или скорость изменения момента импульса равна моменту внешних сил Можно перенести дт направо в числитель и получить это же соотношение в таком виде Приращение момента импульса равно произведению момента внешних сил на время действия дт или дельта т этого момента внешних сил Отличие двух ситуаций, когда сначала юла неподвижна и когда она вначале уже вращается Состоит в следующем и очень просто и состоит в следующем Если юла сначала неподвижна, то вот в этом соотношении момент импульса в момент времени t Это момент импульса в нулевой момент, начальный момент времени Плюс его приращение n на дельта t Если юла неподвижна, вот этого слагаемого просто нет И момент импульса создается самой внешней силой и параллелен внешней силе Ось поворачивается в ту сторону, в которую ее тянут Я тяну ось на себя, она и поворачивается на меня Если я потяну в направлении перпендикулярном к первоначальному, она также будет поворачиваться в этом направлении Во втором случае имеется большой собственный момент импульса Он показан этой стрелкой на чертеже m от нуля А связь между моментом импульса, его приращением и силой прежняя Но есть большое вот это слагаемое И оно приобретает вот такое приращение Вот m, дельта m равное n на дельта t В первом случае дельта m равно n на дельта t равно самому моменту Здесь, получив вот такое приращение, момент импульса поворачивается и занимает вот такое направление Если сила f направлена вдоль оси y, то ее момент n направлен вдоль отрицательного направления оси x И вместо того, чтобы вызвать поворот вокруг оси x, как происходит в случае, когда юла неподвижна Приращение момента импульса лежит в плоскости x, o, z Ось гироскопа, ось этой юлы Максвелла Вместе с моментом импульса поворачивается вокруг оси y Вот поворот, который происходит, когда юла первоначально вращается А вот поворот, который имеет место, когда первоначально юла не вращается Таким образом, казалось бы, несуразное поведение гироскопа полностью объясняется Уравнением динамики вращательного движения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok